МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Восемь вечера. Время подробностей". Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Савченко боязнь. Как в Москве разгоняли акцию поддержки украинской лётчицы? Взрывная волна. Что гремела и горела в Виннице? Есть ли порох в пороховницах? Каким вооружением может похвастаться украинская армия? Возвращение с того света. Как разведчика из АТО заживо похоронили? И какие бюрократические круги ему пришлось пройти? И овцы целы, и волки безоружны. Удастся ли французам выйти из мистрального скандала без политических и экономических потерь? Украинской героине 34. День рождения Надежды Савченко, которую с прошлого лета незаконно удерживают в застенках российские тюремщики, сегодня вывел на улицы тысячи людей. Мы расскажем о поддержке украинцев немного позже. А вот начнем с акции, прошедшей непосредственно под стенами московской матросской тишины. Ее, ожидаемо, разогнала российская полиция. Скольких арестантов упаковали и кто из украинцев был задержан? Обо всем Данил Русаков из Москвы. Через дорогу следственный изолятор «Матросская тишина», собравшиеся рядом люди, московская группа поддержки Надежды Савченко. Сюда они пришли, чтобы поздравить украинскую пленницу с днем рождения. Форма приветствия, одиночное пикетирование, согласование по закону не требуется. Но, как оказалось, полиция с официальными правилами особо не церемонится. Я ничего не сделала. Я ничего не сделала. Объясните на основании чего. Объясните основание. Задержанных прямиком ведут во дворы туда. Стражи правопорядка заботливо подогнали несколько автозаков. Но даже через решетки окна автобуса пикетчики продолжают скандировать. Путин! Вязать ринулись всех. Среди задержанных и корреспондент «Украинской правды» Анастасия Рингис. Известно, что она успела связаться со своей редакцией. Вот что рассказали ее коллеги по телефону. Единственное, что она успела написать, сообщение о том, что ее задержали и везут в СИЗО. Не знаем о причинах задержания. Уступление телефона Анастасия сейчас не отвечает. Со своей стороны делаем все возможное. Связались со всеми журналистами в России, лидерами российской оппозиции, знает и украинское руководство. Оставшиеся на улице люди тем временем достают плакаты, а некоторые у представителей МВД интересуются, кто станет следующим. Если сейчас будет одиночный пикет, допустим, я стану с одиночным пикетом, вы будете меня задерживать? После красноречивого пояснения сотрудника МВД пикетчики начинают спешно выяснять судьбу задержанных товарищей. Их всех повезли в отделение полиции Московского района Сокольники. А люди с плакатами из двора многоэтажки, куда стихийно переместилось все, действия еще долго не расходились. Людям в форме неравнодушные москвичи устроили ликбез. Сгинуть наши вооруженки, як роса на солнце. Те, в свою очередь, продолжали молчать. Официальных объяснений причин массового задержания людей, стоящих в одиночных пикетах, до вечера так и не последовало. По словам бывалых протестующих, их, скорее всего, обвинят в нарушении общественного порядка. А это означает, что в результате все могут получить административные аресты. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интерн. И вот последняя новость из Москвы. Анастасия Рингис уже на свободе. Это сама журналистка подтвердила нам по телефону. На этом одиночном пикете тоже имела возможность поддержать флаг полиции. Российская распознается как участие в несанкционированном митинге. Еще, когда оформляли документы, хотели, чтобы я подписалась под постаком, что я организовывала митинг. Я под этим постаком не подписалась. Теперь о том, что желали украинской летчице в Украине и сможет ли сама Надежда Савченко увидеть и услышать все пожелания. Расскажет Ольга Рыцарь. Праздновать день рождения Надежды Савченко начали еще в полночь. В Киеве на сцене российского посольства с помощью прожектора спроектировали портреты летчицы и надпись «С днем рождения». А уже сегодня в полдень люди собрались поддержать и поздравить ее на Майдане. Надя, мы с тобой! Надя, мы с тобой! В центре Киева развернули плакат поздравления. Дарили цветы вместо Надежды ее сестре Вере. Она делится последними новостями. Сейчас начали до нее прибегать следствия. А вот это очередь к альбому. В нем писали слова поддержки. За считанные минуты все страницы заполнены. Надя подает нам силу, терпение. Я ей тоже того всего божаю. Чтобы она держалась и чтобы она дочекалась, когда Украина переможет. И чтобы ее отпустила, потому что она символ Украины. Уже через несколько дней альбом передадут в СИЗО. Это едва ли не единственная передача, которую еще пропускают к Надежде. Мы лично привозили ей книги украинские, которые в предыдущую поездку были договорены, что ее администрация тюрьмы передаст. Но когда мы пришли с ними, сказали, ничего не знаем, никаких договоренностей не было. И нам пришлось вернуться с этим обратно. А вместе с альбомом в Москву отправят и вот эти письма. Из Черкасс. Ящик для пожеланий установили на центральной площади. Люди желали надежде, сил, терпения и скорейшего возвращения домой. Писали на русском языке. Письма на украинском не пропускают. Пишу Наде, чтобы она больше не голодала. Потому что она нам нужна, живая. И она, как говорится, олицетворение борьбы украинского народа за свободу. Ну и чтобы она, ну пусть держится, потому что мы все с ней. Жители Харькова в поддержку надежды устроили шествие от центральной площади до российского консульства. Здание окружил кордон милиции. Но прорвать его люди не пытались. Харьков тоже за украинскую Надю Савченко. Мы все, всех наций люди, мы тут поддерживаем Украину и поддерживаем украинских героев. Значит, нас свободу, а Бог и нас отступит. Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер. А Петр Порошенко сегодня заявил, что прилагает все усилия для освобождения Савченко из плена. И добавил в своем блоге на фейсбуке, что пример надежды доказывает, что и один в поле воин способны противостоять целому агрессивному государству. Вот способна ли наша армия противостоять агрессору? Сегодня уже президенту демонстрировала украинская оборонка. Свезли все лучшее, что есть на полигон под Черниговом. Оттуда вернулась Елена Митясова. Что же увидела, мощь или немощь украинской армии? Все лучшее, что есть на вооружении украинской армии, сегодня привезли сюда, на полигон воинской части Десна. Это под Черниговом. Здесь и бронемашины, и ракетные комплексы. Для последних особое место. Системы умные с самонаведением. А вот и кортеж президента Петр Порошенко лично осматривает украинское вооружение. У бронемобиля с патриотическим названием «Казак» задерживается подольше. Машина-зверь. Всего одна такая на вооружении Нацгвардии. Не только потому, что у нас многослойные полы, которые ловят осколки, но и специально разработанные сидения. Как вы видите, они крепятся к потолку. У них специальные крепления, чтобы ни голова человека, ни он сам не улетали в сторону. Все материалы сертифицированы, огнестойкие. А вот уже известные в зоне отобрания бронемобили Шрек и Спарта. Правда, у бойцов на них нарекания. С виду все красиво смотрится. У него 18 тонн. Двигатель, который на нем стоит, он не вытягивает. А давай то же самое. То есть она рассыпается просто на ходу. А это новационные ракетные установки в деле. Все эти образцы военной техники украинского производства, включая комплектующие. Еще 8 месяцев назад в Украине была залежность от, в том числе, российских комплектующих. Близко 30 тысяч разных номенклатур. Сегодня больше, чем 11 тысяч одиниц уже выработаются в Украине. Вырос спрос на украинскую оборонку и за рубежом. Мы на сегодняшний день, благодаря этому экспорту, имеем возможность закуплять найсучаснейшие комплектующие. И меня абсолютно не засмучает, что Украинбром вошел в десятку экспортеров зброи в свете. Новационные системы управления огнем уже через две недели будут на передовой, говорит президент. И напоминает, Украина настаивает на соблюдении минских договоренностей. Боевики должны отвезти тяжелую технику и прекратить огонь. Елена Митясова, Сергей Коваль. Подробности в телеканал Интер. Боевики в который раз продемонстрировали свое отношение к минским договоренностям. Новые обстрелы в зоне АТО и с новой запрещенного оружия. О ситуации на самых неспокойных участках далее в материале Вениамина Трубачева. День рождения – грустный праздник, особенно на передовой. Сегодня именины у бойца с позывным «Маклер». И вместо праздничного застолья на гражданке у него боевое дежурство на блокпосту и обстрелы. Они не стреляют прямо по нам, они вот так вот навколо обстреливают. Таких вот, что провокуют, скажем так, провокации прямых таких, чтобы именно прямых по блокпосту пострелям не было. Вот так вот в околице – с левой, с правой, прямо, сзаду. Боец говорит, отмечать будет уже дома, когда вернется. А сейчас все готовятся к наступлению темноты. Здесь, в Авдеевке, боевики обычно активизируются в ночное время. В ночи подбираются, где там вот с посадки, с залезной дороги обстреливают. То есть это каждую ночь, так ли? Ну, почти каждую ночь, так ли. Насколько это интенсивно? Воно не интенсивно, это и поодиночное, но регулярное. В городе работают магазины, аптеки и коксохимический завод. Но людей на улицах мало. Все еще стреляют и по жилым кварталам. Хоть и не так интенсивно, как раньше. В Авдеевке относительно тихо. Вот на окраинах города слышны взрывы. Это боевики обстреливают позиции украинских войск. В основном используют минометы, в том числе и запрещенные мирными соглашениями 120-мм орудия. На этом участке фронта боевики перешли к партизанской тактике. Подбираются, ставят растяжки и быстро уходят. В такие смертоносные ловушки попадают не только военные, но и местные жители. Много здесь и диверсионных групп боевиков. Спецотряды отправляют на поиски террористов и периодически завязываются ближние бои. Чуем, что действительно прилетают и минометы работают, и кулеметные пострелы, и автоматные очереди. Працует миномет 72-мм. Поединокие выстрелы. Вот их сейчас, как вы слышите. То есть постоянно так, да? Постоянно, с интервалом в 20-30 минут. Военные, как и местные, надеются, что взрывы прекратятся и в ближайшее время установится прочный мир. Вениамин Трубачев, Сергей Дубинин и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Вениамин Трубачев уже с нами на связи. Веня, здравствуй. Что сейчас происходит в зоне АТО и какие населенные пункты обстреливали сегодня боевики? Да, Алексей, обо всем по порядку. В Луганской области боевики сегодня обстреливали позиции украинских войск в районе станицы Луганской и Крымского. Также вели огонь по счастью, в том числе и по ТЭС, которая находится в этом городе. Что касается Донецкой области, там террористы атаковали блокпосты и опорный пункт в районе Авдеевки. Там сегодня зафиксировано и передвижение диверсионных групп боевиков. Были слышны выстрелы из стрелкового оружия. И вот, пожалуй, также самой горячей точкой на карте АТО остается поселок Пески вблизи Донецкого аэропорта. Там сегодня больше десяти раз террористы обстреливали этот населенный пункт, в том числе и с запрещенных 120-мм минометов. Алексей. Спасибо, Веня. Это был мой коллега Вениамин Трубачев с самой оперативной информацией из зоны АТО. Между двух огней. Эльвина Сеидбулаева, вторая моя коллега, которая работает в зоне АТО, сегодня побывала в Гранитном. Как выживают в полуразрушенном поселке и верят ли там в мир? Давайте посмотрим. Вот торчит хвостовик от мины. Мина 120-мм. Это свеженькая. Буквально недавно был отстрел. Положение хвостовика свидетельствует, огонь явно открывали из оккупированной боевиками Новомаринки. Такие снаряды уже в центре села и почти на каждой улице. Тут все выбило. Пять окон здесь. Вон дом пострадал. Вот эта улица сплошь у всех. Поселок обстреливают чуть ли не каждый день. Он находится между двух огней. Нашу армию и боевиков разделяет река Кальмиус. Гранитное – это крайнее село, которое контролируют украинские военные. Наши солдаты берегут флаг, как зеницу ока. Подходим к нему только в сопровождении наших бойцов. Здесь вообще нежелательно долго находиться. Работают снайперы. Обстреливают стрелковым оружием, минометами обстреливают. Последнее время просто по селу стреляют. Даже не по позициям, а именно по селу. Местных жителей это уже не пугает. Здесь остались те, кому просто некуда бежать. С начала войны Александр приехал в село из оккупированного боевиками Тельманова. Хоть рыбой питаемся. Ни работы нема у нас, ничего. Ни света нема. Вот так и выживаем. Речка спасает нас. До войны в селе жили почти 4000 человек. Сейчас вдвое меньше. Люди хотят вернуться домой. Но только не под обстрелы. Эльвина Сидбулаева, Игорь Сули, Владимир Дедов, Игорь Щепет. Подробности – телеканал Интер. И самые последние новости из сектора М. Эльвина Сидбулаева расскажет нам прямо сейчас. Эля, здравствуй. Мы тебя внимательно слушаем. Здравствуй, Леша. В эпицентре противостояния остается поселок Широкино. В течение дня его обстреливали шесть раз. Если днем использовали стрелковое оружие, то вечером перешли на запрещенный минским договоренностью 122-мм калибр. Под огонь боевиков попали наши позиции недалеко от Чермалыка. Продолжает работать и вражеская воздушная разведка. Украинские военные заметили ее в районе села Толоковка. А вот в Мариуполе состоялась акция в честь дня рождения украинской летчицы Надежды Савченко. Люди пришли с плакатами и национальной символикой. Приготовили открытки и видеообращения со словами поддержки. Вот это у меня вся информация. Спасибо тебе за нее, Элечка. Это была Эльвина Сеидбулаева. Она продолжает работать на мариупольском направлении. Заживо похоронен. Разведчик из АТО по ошибке попал в списки убитых. Как так получилось и почему для того, чтобы числиться уже в живых, нашим ребятам приходится пройти все круги бюрократического ада? Разбирались мои коллеги. Мобилизован весной прошлого года. С августа Евгений уже в зоне АТО. Фамилию не называет. Лицо закрывает балаклавой. Он разведчик. Публичность уставом запрещена. Под Марьинкой получил серьезное ранение. Его привезли в одну из Днепропетровских больниц. Когда боец попытался получить зарплату, оказалось, карта заблокирована. По причине его смерти. Я видел в книге памяти погибших свою фамилию. Погиб при выполнении служебных обязанностей 5 сентября 2014 года. Причем погиб я во время разведвыхода, подорвавшись на мини-растяжке. Сначала было удивление, потом депрессия и, наконец, злость. Отпросившись из больницы, боец отправился в Киев, в Минобороны. И начались хождения по кабинетам. Сначала в управление кадровой политики. Сказали, хорошо, мы вам перезвоним. Перезванивают. Говорят, нет, вам не до нас. Вам головное управление по персоналу. Нет, вам департамент по работе с особенным складом. И в управлении разведки только смогли единственное, чем мне помочь. Засвидетельствовали, что я стою перед ними живой. Этот случай не единичный, утверждают волонтеры. Ошибки в списках, неточная идентификация личности Иногда доходит до абсурда. Пока живой боец лежит в больнице, его семье приносят похоронку. Был случай, когда 23-летнего бойца дважды объявляли 200-м. Поступив в больницу, он первым делом попросил телефон. Он попросил для того, чтобы позвонить родителям и успокоить. Потому что первый раз 200-м его объявили в части. Второй раз 200-м его посчитали его сослуживцы. Последний год юрист Юлия Пашковская занимается тем, что отстаивает права военных. За это время только в ее практике не менее десятка живых бойцов, ошибочно признанных погибшими. Кто-то, возможно, из бойцов других видел, как парня ранен и, наверное, сказал, что он погиб. А надлежащим образом служебное расследование проведено не было. В части в ячислице Евгении ситуацию не комментируют. Известно, что там все же начали расследование. В генштабе отвечают лаконично. В случае с Евгением помогла шумиха в соцсетях. Иначе еще долго пришлось бы доказывать, что он живой. Впрочем, до сих пор непонятно, на каком именно этапе и кто его похоронил. Результатов внутреннего расследования еще нет. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровск. Скандал, связанный с военными, разгорелся и в Израиле. Кто обворовывал резервистов и участников боевых действий? Подробнее расскажет Сергей Услендер. Израильский институт национального страхования, или как его называют здесь, Биту Ахлеуми, учреждение без всякого преувеличения легендарное. В Израиле даже, пожалуй, более легендарное, чем знаменитый Моссад. Его главная функция, если вкратце, собирать деньги с богатых и раздавать бедным. С первой частью Биту Ахлеуми справляется просто блестяще. Выколачивают долги из населения так, что ракетиры и спецслужбы могут только позавидовать. Вот я, например, недавно опоздал с очередным платежом на несколько дней и тут же получил от них грозное письмо, где мне грозят страшными карами вплоть до ареста счета и требуют немедленно вернуть деньги. Но вот с раздачей так лихо собранных средств все обстоит далеко не так славно. Ведомство госконтролера, это что-то вроде контрольно-ревизионной палаты, выяснило, что Биту Ахлеуми национальное страхование задолжало народу более миллиарда шекелей. Это примерно 300 миллионов долларов и две трети этих денег – долги или компенсации воинам-резервистам, которых регулярно призывают на службу, учения или войну. Работодатель не несет никакой финансовой ответственности за время отсутствия работника, когда он проходит сборы. И это полностью оплачивается Институтом национального страхования. Единственное, что каждый работодатель обязан отпустить по закону каждого работника на срок прохождения этих резервистских сборов. Отказаться от резервистской службы можно только по болезни, иначе штраф или тюрьма. Среднестатистический израильтянин, уже отслужив срочно, еще около 20 лет призывается на резервистскую службу, тратит там свое время, очень часто и здоровье, а потом, как оказалось, вынужден обивать пороги, добиваясь выплаты совершенно законных компенсаций. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что Биту Ахлеуми задолжала не только резервистам, а еще, например, безработным не платит им пособия по безработице, и, например, молодым матерям, которым полагается крупная выплата от государства по рождению ребенка. Так что, судя по всему, в ближайшее время это ведомство ожидают серьезные разбирательства на тему, а где, собственно, деньги? Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Серия взрывов потрясла Винницу, а 10-метровый столб огняни на шутку напугал горожан. Что же произошло, есть ли пострадавшие, выясняли наши корреспонденты. Автозаправка, расположенная в центре города, едва не взлетела на воздух. Цистерна со сжиженным газом заехала на автозаправку, оператор АЗС начал перекачивать газ в подземное хранилище, но что-то пошло не так. Один за другим целая серия взрывов, а затем и пожар. Вот видео, снятое очевидцами. Столб огня достигал высоту почти 10 метров. Его было видно с разных концов города. На ликвидации всей наследки надзвучайной подии задеяно 30 человек особого склада и 8 одиниц пожежной техники. В пожеже было надано другой номер складности. Потушить 10-метровый столб пламени спасателям удалось только спустя 3 часа, а пламя в подземном хранилище бушевало до вечера. На момент взрыва на заправке не было ни одного клиента, но сотрудник АЗС, который перекачивал топливо, серьезно пострадал. Мужчину доставили в больницу, у него ожоги 70% поверхности тела. Сегодня мы трактуем стан ПОРО как башки и опековый шок 3-го ступеня. На месте ЧП работают эксперты. Спасатели уже обнародовали предварительную версию о причинах взрыва. Это технические неисправности при перекачке сжиженного газа из автоцистерны в емкости и нарушение правил безопасности сотрудникам заправки. Ирина Исаченко, подробности, телеканал Интер, Винница. Неожиданный поворот в гонке за президентское кресло в Польше. В первом туре выборов действующего лидера Бронислава Комаровского, которому прочили победу, обогнал оппозиционный кандидат Анджей Дуда. Разрыв более чем в 10% голосов. Это по результатам половины обработанных бюллетеней. У Дуды пока более 39%, в то время как за Комаровского проголосовали 29% избирателей. Далее идет Павел Кукис, он набирает около 21%. Анджей Дуда – кандидат от партии «Право и справедливость». Ранее не раз высказывал свою поддержку Украине в конфликте с Россией. Другой большой друг Украины получил должность в правительстве Дэвида Кэмерона. Кто он и какие еще громкие политические назначения сделаны, знает наш САПКОР в Лондоне, Оксана Кундеренко. Первый рабочий день на Даунинг-стрит 10 для Дэвида Кэмерона – премьера, избранного на второй срок. Тяжелые дела глава британского правительства не боится начинать в понедельник. Ему нужно поделить 24 министерских кресла между старыми и новыми членами команды. Уже известно, что на своих местах останутся ключевые министры прошлого созыва – внутренних и иностранных дел, обороны и финансов. Им будет нелегко. Такие вопросы, как отношения с ЕС, эмиграция, останут камнем преткновения. Сама партия консерваторов разобщена. Министрам придется много времени проводить в парламенте и работать с депутатами. Сегодня с утра в свою резиденцию Кэмерон вызывал тех, кого ждали новое назначение. Весьма неожиданные. Один из лидеров консерваторов, Борис Джонсон, например, не получил должности, зато получил право присутствовать на заседаниях Кабмина, а еще… Мэром Вондона. Я остаюсь работать мэром Вондона. Влиятельными постами обрадовал премьер нескольких женщин. Эмбер Рад ответственна за экологию. Притти Патель за трудоустройство. Потомок эмигрантов Саджид Джавид, чей отец приехал из Пакистана с пятью пенни в кармане, главный по бизнесу. А вот этот джентльмен, надетый в цвета украинского флага, отныне министр культуры. Джон Уитингдейл, в прошлом глава парламентской группы по связям с Украиной и большой друг нашей страны. Цель глобальных друзей Украины – собрать вместе тех, кто способен помочь стране решать нынешние проблемы. В длительной перспективе реформировать политику, экономику. Здесь достаточно экспертов экстракласса, которые могут и хотят быть полезными. Как глава парламентского комитета по медиа, он не раз высказывался о давлении на телеканал Интер, участвовал в конференциях по сотрудничеству Украины и Британии, общался с участниками лондонского Евромайдана. Сегодня в числе избранных консерваторов приветствовал Дэвида Кэмерона в парламенте. Сильный функциональный Кабмин – залог того, что в следующие пять лет консерваторы будут работать эффективно и не потеряют доверие британского общества. Старт дан. Остальное слуги народа должны доказывать на практике. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Удар для Ангелы Меркель. Высокопоставленных сотрудников ведомства канцлера подозревают в том, что они вводили в заблуждение немцев. О чем идет речь, расскажет Татьяна Лагунова. Этот скандал становится все больше похож на клубок, который распутали, потянув за одну ниточку. Сначала выяснилось, немецкие спецслужбы невольно помогали американским шпионить в Европе. Потом, что об этом могли знать правительство и лично Меркель. И вот новые упреки в адрес канцлера. Христианских демократов подозревают в том, что они лукавили и вводили в заблуждение избирателей во время последней предвыборной кампании. Чтобы понять, в чем дело, нужно вспомнить те события. Была осень 2013-го. Эдвард Сноуден уже сбежал в Москву и разоблачил агентство нацбезопасности, которое прослушивало всех и вся. Шпионский скандал стал главной темой предвыборной кампании. Меркель уверяла, она все уладит. Высокопоставленные сотрудники ее ведомства и пресс-секретарь обещали, Германия вот-вот заключит с Соединенными Штатами антишпионский договор. И тогда немцы смогут спать спокойно. Их больше никто и никогда не будет прослушивать. Выборы Меркель выиграла. Осталось канцлером, а о договоре все как-то забыли. И вот только сейчас немецкие СМИ выяснили, его вообще никто не планировал подписывать. В руки журналистов попала переписка между сотрудниками ведомства канцлера и американскими коллегами. Из нее следует уже тогда немцам ясно дали понять, никакого договора не будет. То есть, получается, избиратели обманули. И это был предвыборный трюк. Немецкая оппозиция требует объяснений от ведомства канцлера. Пресс-служба отвечает, все подозрения беспочвены, над договором работали. А политологи говорят, Меркель очень рискует потерять доверие немцев. А это ее главный политический капитал. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Не нужен им берег российский. Париж, похоже, придумал, как мог бы пристроить Мистрали. Да так, чтобы и Франция осталась при миллиардах, и Россия без вертолетоносцев. Дадут ли им это сделать? Разбиралась София Гордиенко. Пока это только слухи. Их источником является даже не китайская пресса, а тайванское прокитайское издание One China Times. Мол, Париж может предложить Пекину приобрести Мистрали. Но кому, собственно, еще? У Поднебесной есть средства и водные территории. Большинство международных агентств новость перепечатывают с удовольствием. Особенно французы. Ведь рабочие судоверфи могут получить свои деньги, а Мистрали ним нужно будет содержать. Все в выигрыше. Если бы не одно «но». Журналисты ежедневника Лезехос обратились в Министерство обороны Франции, где им четко разъяснили уязь эмбарго на поставки оружия и военной техники Китаю с далекого 1989 года, со времен событий на площади Тяньмань, когда военные разогнали студенческие манифестации с применением оружия. Во время того пекинского Майдана погибли сотни, если не тысячи людей. Была введена жесткая цензура, и страна утвердилась в диктатуре. Запад объявил поднебесную обструкцию. Спустя десятилетия отношения несколько улучшились. Но осадок, то есть эмбарго осталось. Так что чисто юридически отдать военные корабли именно Китаю нельзя. А поэтому Мистрали пока остаются во Франции. Как и головная боль, куда их девать. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Новый проект Интера, документальный фильм «Аэропорт», только что презентовали в кинотеатре Украина. Проект уникальный. Чем уже знает Татьяна Винникова? Она побывала на допремьерном показе. Таня, здравствуй. Так о чем же лента? Добрый вечер, Алексей. Допремьерный показ документального фильма «Аэропорт» только что закончился. Зал кинотеатра Украина был полон. Бойцы АТО, представители власти, дипломаты. Пришел и президент Петр Порошенко с супругой. Могу сказать, что это по-настоящему уникальный проект. В его центре свидетельство полковника спецназначения с прозвищем, простите, с позывным «Редут». Других бойцов и волонтеров. А вот что еще важно, там эксклюзивные видеоматериалы военных корреспондентов. Моих коллег из подробностей. Вот что говорят инициаторы создания фильма. Стричка была создана в очень стислий термин, за 5 недель. Поэтому никаких государственных, бюджетных денег на нее не пошло. Были объединены с усилиями военных, журналистов, телевизионеров, дизайнеров, волонтеров. Сейчас пришел время, чтобы Украина познакомила новых, настоящих украинских героев. Это только первый фильм из серии. И мы надеемся, что в принципе и телеканалы, и продюсерские студии подхоплются в инициативу. Авторы фильма говорят, что видеоматериалов столько, что они планируют еще несколько серий. Одна из них будет о военной операции в Дюбальцево. Алексей? Спасибо, Танюша. И хорошо, что ты меня поправила тем, что проект этот все же национальный, а телеканал Интер принимал в нем самое активное участие. Подхватывает инициативу и сейчас. Фильм «Аэропорт» сразу после выпуска подробностей вы сможете увидеть в нашем эфире. У меня же на этом все. Не задерживаю ваше внимание. Прощаюсь до завтра.